Добрый день, дорогие друзья! По древнему преданию, принятому православной церковью, святой евангелист Лука, ученик и помощник апостола Павла, запечатлел образ Богородицы на иконе еще при ее жизни. Когда написанный образ святой Лука представил Богородица, она сказала, «Благодать родившегося от меня и моя с сею иконою добудет». В России лик Богородицы с младенцем чудесным образом отпечатался на стекле, прикрывавшим икону и не соприкасавшимся с ним. Икона призри на смирение XIX века, прославившаяся чудесным явлением нерукотворным отпечатком на стекле, была принесена в дар Веденскому храму осенью 1992 года с химонахиней Феодорой. Летом 1993 года игумен Дамиан обратил внимание на потемневшие краски иконы, находящиеся в деревянной раме под стеклом. Однако 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, когда рама со стеклом была снята, все увидели, что тональность красок на иконе не изменилась. А на стекле с обратной стороны явился чудесный серебристый отпечаток, в точности повторивший силуэты богоматери и младенца. Стекло с отображением было установлено в киоте рядом с иконой. От самой иконы и от нерукотворного ее отпечатка на стекле стали происходить исцеления. В дальней части города Караганды, который в народе по старинке зовется Прешахтинском, а именно в Михайло-Архангельском соборе Православной Церкви случилось чудо. На киоте иконы Господь-Вседержитель проступило изображение Иисуса Христа. В крестовоздвиженском храме Уфы. На стекле киота иконы сетого апостола Иакова Алфеева чудесным образом проступил лик святого. Стекло находится далеко от изображения, так что отпечататься напрямую оно не могло. К тому же рисунок получился черно-белый словно бы негатив иконы, которая сама по себе цветная. Икону Николая Чудотворца-Акушерка городской поликлиники Анизия Кисиль. Вышивала специально для строящегося храма. До той поры мы с мужем поместили образ в рамку под стекло и повесили дома. Вспоминает Анизия Михайловна. И вот, когда пришло время нести подарок, обнаружили, что стекло немного помутнело. Вынули его из рамы и глазам своим не поверили. Рисунок полностью отпечатался на стекле. Принесли мы икону и стекло в храм и показали настоятелю. Он тогда назвал это чудом. Стекло заменили, а икону в рамке повесили в новом храме. На стекле Киота отобразились святые царственные мученики, царь Николай II и царица Александра. Образ Иисуса Христа проявился на стекле, покрывающем икону, в церкви святого Александра Невского, станица Александровская, Кабардино-Балкарии. Отображение икон на стекле является совершенно новым чудом в православии. Наверное, самый первый случай произошел в 1993 году с иконой призре на смирение. На самом деле у католиков уже было такое чудо. В церкви святого Михаила, города Инсбрука, в Австрии, в боковом алтаре находится стекло с нерукотворным отображением лика Девы Марии, которому уже 200 лет. Тильма – индейская накидка святого Хуана Диева, на которой после явлений Пресвятой Богородицы в Гвадилупе появился ее нерукотворный образ. Образ противостоял ультрафиолетовому излучению свечей. Исследователи подтвердили постоянное облучение образа на протяжении 450 лет должно было бы его уничтожить. Сильное ультрафиолетовое излучение приводит к выцветанию большинства красок, как органических, так и неорганических. Прежде всего страдает голубая краска. Но с тильмой этого не происходит. Образ противостоял загрязнениям со стороны миллионов паломников. В 1791 году при чистке рамы на тильму нечаянно вылили бутылку сильной кислоты. Никакого повреждения. Эксперты едины в своем мнении, что хорошая сохранность ткани и образа является абсолютно загадочной и необъяснима. Группа атеистов решила взорвать нерукотворный образ из гвадилупы. Бомба разрушила все вокруг, но тильма не пострадала. Чудо произошло, когда в Европе протестантами стали около 8 миллионов христиан. В тот же самый момент Богородица привела в Лоно церкви в Мексике в кратчайшее время около 10 миллионов индейцев, поклонявшихся змею и приносивших ему десятки тысяч человеческих жертв. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам об расчлененном Арабе, которого Богородица шила по кусочкам. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока!